Субтитры делал DimaTorzok Нет Скажите, пожалуйста, вы слышали о таком сообществе Shadow Plays? Нет Скажите, вы знаете о таком интернет-сообществе Shadow Plays? Нет, не знаю Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы знаете такое интернет-сообщество Shadow Plays? А как вы могли бы оценить эту песню? Не знаю Вам нравится эта композиция? Ну, не, не особо А как вы можете оценить вот эту песню? Не, выключить, мне не нравится такая музыка вообще Негативно отношусь Мне такая музыка не нравится, не слушаю такую Как бы вы оценили вот эту композицию? Это точно композиция? Да Это музыка? Это музыка для фоножорщины называется Знаете, мне это не по душе, очень не по душе Это набор звуков каких-то В самом деле, а может быть, вам понравится больше другая композиция, например, вот эта. Мне кажется, вообще, такая музыка не имеет права на существование. Вы можете оценить вот эту композицию? Как вам? Я подожду вошел на двор и понял, что меня... Спасибо. Но если серьезно, в нашей команде есть участники, которые рядом искренние и добрые слова. Привет, Shadow Plays. Меня зовут Штесси, и я из города Екатеринбург. Вы меня, скорее всего, знаете под другим именем, под другим ником SoSoCall из ВКонтакте. И я записываю кинорубрики, пишу рецензии, стараюсь писать. Не знаю, как это получается. Как я познакомилась с Shadow Plays, и вообще со всем, что здесь происходит. История такая. Я случайно в 2011 году, когда только-только начала слушать все эти группы, вернее, начала еще в 2010, а конкретно Joy Division как-то со всем познакомилась где-то пять лет назад. И я наткнулась на вашу группу. Что меня поразило в первую очередь? Это юмор, непредятое какое-то отношение к слушателям. И вот чего не было у многих групп. Это какая-то идея, причем, может быть, где-то безумная идея, но эта идея, как мне кажется, привлекла к себе очень много людей и заинтересовала их. Поначалу это было все смешно, потом стало переходить на более, как мне кажется, серьезный уровень. И то, что мы видим сейчас, это достаточно крепкое, я бы сказала, сработанное сообщество, которое знает зачем, где, когда, и известны цели, собственно, для чего мы все это делаем. Еще я бы хотела добавить, что первая церемония это, не знаю, сто, десять кертисов из десяти. И я, не знаю, меня просто понесло со всей этой темой. Мне она очень понравилась, мне понравился юмор, вот эти все ситуации, песенку про бороду, и я никогда не забуду. Бородок, бородок, подвела меня моя борода. И я показала всем, можно сказать, своим друзьям, они тоже вдохновились этим, стали придумывать какие-то штуки. Всегда приятно, когда к тебе относятся как, действительно, к человеку и понимают его интересы. Не то, что говорят, ой, ты любишь же Division 4, ну там, окей, вот для тебя картинка, вот для тебя там музычка в подборке, все, сиди, слушай. Нет, то, что сейчас именно Shadow Place занимается тем, вот много, я могу себя, да, не знаю, частью команды, мы делаем многое. Я считаю, мы пишем интересные рецензии. Откидать счеты всегда, ревью, там, я не знаю, какие-то впечатления. То есть это не просто так, ой, там, сходил, что-то написал. Нет, это и не только музыка, это и кино, и какие-то пародии, которые тоже могут быть интересны многим. И для меня немного остается загадкой, почему же все-таки так мало народу в нашей группе. Послушайте эфиры, приходите к нам, слушайте радио Shadow Place, и я думаю, вы откроете для себя очень много нового, может, вы станете частью нашей команды, и вот, все. И Кертис, думаю, где-то там он это оценит, наверное. Спасибо. Начнем мы в этом году с номинации за заслуги перед Срубиловым, в которой мы вручаем такие награды за вклад в развитие Shadow Place. И мы счастливы объявить, что в этом году победителем номинации за заслуги перед Срубиловым стал наш корреспондент и постоянный участник Леонид Каблуков. Леонид, мы поздравляем тебя, оставайся с нами, передаем слово непосредственно тебе. Привет, Shadow Place. Меня зовут Леонид Каблуков. Недавно я выиграл в номинации за заслуги перед Срубиловым. Это очень важная победа для меня. Со Срубиловым я познакомился в 2006 году. Удивительно, но прошло уже целых 10 лет. Но я как сейчас помню, как впервые услышал песню Shadow Play, и она меня моментально срубила. Спустя пару лет я узнал о Shadow Place. Город обильно застраивался и наполнялся интересными людьми. Гуляя по улочкам, я часто встречал Грея, который произносил одну и ту же фразу. Joy Division, песня Shadow Play меня просто срубила. Этот девиз обладал невероятно магической силой и реально действовал на людей. Со временем я ближе познакомился с Греем, и он оказался разносторонним человеком, который очень много сделал для Shadow Place, особенно в плане искусства. Он придумал комиксы, сочинял музыку, озвучивал фильмы. Также он писал сценарии для посиделок с Сэмом. И делал очень многое. Грей, спасибо тебе за это. Ироничное, своеобразное, ни на кого не похожее творчество. Это гордость Shadow Place. У нас есть театр с регулярными постановками. У нас есть свой канал на Ютубе. Мы выпускаем альбомы музыки. У нас своя мифология с множеством персонажей и огромным количеством историй. История Shadow Place это как роман Эпопеи. И сейчас дописан только первый том. У нас все впереди. Я очень счастлив быть среди такого харизматичного коллектива. И надеюсь, мы продолжим работать в этом русле. Большое спасибо Леониду за такие добрые слова. Пьем за твое здоровье, Леонид. И мы переходим ко второй номинации. Герой отечественной музыки. В которой мы вручаем награды выдающимся деятелям отечественного музыкального искусства. В номинации представлены Леон Снегов, Sounds of the City. Лосины Маршала Потемкина, Ксива. Я лучше Ксиву, я купил лайки в Ксиву. С Ксива я такой красивый, с Ксива я такой красивый. Диджей Санглаз, Краш Грув. Свиная Грусть. Новогодний перформанс. Без сомнения, очень достойные кандидаты. Итак, пришло время узнать имя победителя. Итак, в номинации Герой отечественной музыки... Такая бумажка, там уже бумажка. А, в номинации Герой отечественной музыки побеждает... Иларион Снегов, Sounds of the City. А, в номинации Герой отечественной музыки. А сейчас пришло время рекламы спонсоров церемонии шедеплеевод 2016. Любовь и ненависть, смерть и предательство, и простое женское счастье. Именно об этом новый роман Виктории Крейс «Кирпичная кладка». Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Существует несколько способов укладки кирпича. В прижим, в пресык или в притык. В пресык с подрезкой и в полупресык. Ах, Виктория Крейс. Ты чувствуешь себя недостаточно энергичным? Бодрость ушла, и ты больше не можешь шутить? Искрометно? Попробуй масло! Масло содержит всю пользу солнечного подсолнечника и позволит тебе оставаться активным на протяжении 48 часов. Просто заливай в себя этого масляного проказника, этого жидкого болтуна, и будешь свеж, как апельсиновый фреш. Масло. Революционный энергетик. Премиум-класса. От создателей молодежной комедии про любовь. Все начиналось так романтично. Свадебное путешествие. Ну что, поехали дальше? Шампанское в ванной. Ну что, заповеду Спартака? Пока в один прекрасный момент не пришел он. Ну что, картошку варим сегодня или жарим? БЫТ В КИНОТЕАТРАХ С 14 ФЕВРАЛЯ А мы переходим к номинации «Прорыв года», в которой мы вручаем награды за лучшие развлекательные шоу эпохи. В номинации представлены Общественное гражданское радио. Здравствуйте. В студии Общественного гражданского радио Доргомышского 68 я, гениальный писатель Петерин Казначейский. Добрый вечер. ПЫЛЬНО. Реалити-шоу в гостях у психиатра. Специальный корреспондент с Игорем Малышкиным. И я, Игорь Малышкин. Вадим, что я в кадре? И в номинации «Прорыв года» побеждает Реалити-шоу в гостях у психиатра. ПОДПИШИАТРА Сегодня в клинику неврозов имени Сергея Есенина обратился 22-летний контент-менеджер Виталий Полевой. Доктор, с обдой приключилась страшная проблема. ПОДПИШИАТРА Да не может быть. ПОДПИШИАТРА Мне кажется, что в моей голове живут бобры. ПОДПИШИАТРА Да? И что же они, в аренду платят или как? Вам, надеюсь, не приходится бегать по ним каждый месяц денежку за аренду выбивать? ПОДПИШИАТРА Доктор, вот вы всё шутите, а у меня, может быть, это с самого детства. ПОДПИШИАТРА Мы давным-давно с моим папенькой пошли на реку, а там какой-то маленький-маленький бобёр, ну, может быть, зародыш, забрался, как где в ухо. ПОДПИШИАТРА Во всяком случае, так мне показалось. И с того самого времени в моей голове поселилась целая колония бобров. ПОДПИШИАТРА Как же это так колония? ПОДПИШИАТРА Что же их голову-то сажать? ПОДПИШИАТРА ПОДПИШИАТРА Ну, я слышал где-то. ПОДПИШИАТРА Ну так вот, из метрофолии ко мне приезжают бобридые послы. Приезжают, смотрят всё, а потом уезжают. ПОДПИШИАТРА Увозят потом суведиры, подарки, и магнитики с моим изображением, и еще записки оставляют. ПОДПИШИАТРА Ну вот, как до этой бутылки Как интересно А давайте посмотрим, что там Давайте откроем Только давайте вы открывайте А то знаете, в этих бутылках Чего только не попадется Я уже нарывался Вы откройте, а я сейчас отойду То мало ли там Чугодский пивцы попадаются Никогда не знаешь, что там внутри Это же пиво Таким может быть Пиво? Да, действительно пиво А почему умер сомна женщина, если это пиво? Я, честно говоря, понятие не имею Это вот бобры вам такое присылаю Да, если это какое-то бобреное пиво Какой-то бобриный вкус Да А я вот вспомнил, что я раньше, как я раньше Лифтером работал, знаете Работал лифтером, как-то залез и нашли В шахту лифта А там Знаете, такие висят везде портреты Шаныбина на туалетной бумаге И еще Вот, знаете ли Вот это Лежало Вот я его и Взял Ой, а давайте его Сразу же сейчас и Разопьем Да, пожалуй Полетел Это как Питак по мостам Ну так и это тоже пиво Да, вы шутите Знаете, это Судя по всему Это Пиво Ну, да Наверное Проверьте Не глинтвей А то ли вкус похож Да нет же Пиво Пиво Конечно, пиво Пиво Вы знаете, я вот Тоже подумал Я ведь Тоже хотел бы, наверное Портрет Шаныбина Но только Не до туалетной бумаги А то Прид гостями как-то неудобно Да А к вам часто ходят гости Ко мне, вы знаете Голодами никто не заходит Ой, да мне Ко мне постоянно Кто-то ходит И до день рождения И до день милиции И до яблочный спас Просто не добы Проходной двор какой-то Ведь приходят И так неудобно Потому что Что-то дарят И, естественно, в ответ Надо что-то дарить Вот недавно Мне подарили Дорогое Спиртное Не знаю Что с ним делать О-о-о А знаете что? Отвезите Кого его В Камбоджу Куда-нибудь Да Закопать там От греха подальше Так ведь Долго и неудобно Давайте Давайте Разопьем его Раз уж мы с вами начали Ну давайте Давайте О Да Бобры значит У вас Мучат В голове Вроде бы Это уже пиво Да Это пиво Да Бобры Говорят Ну Тогда я вам Знаете что значит Бобров-то Посоветую А Возьмите-ка Возьмите-ка Вот Я для вас Как раз Для таких случаев Прутик Возьмите Прутик Вставьте его В ухо Бобры начнут Грызть А вы Бобров-то За прудик Вытащите Ой Доктор Спасибо вам Огромное Сразу видно Что вы хорошо Фиксировали Мою Проблему И Вот так вот Ловко ее решили Спасибо большое Доктор Да пожалуйста 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 Обращайтесь Конечно И последняя номинация На сегодня Карбайн Отдыхает В этой номинации Мы уручаем награды За лучший Артхаус Артхаус Ребята Если кто не знает Это кино Для умных Ну По крайней мере Так предполагалось В номинации Представлены Прохожий Режиссер Яков Строев Утраченное время Режиссер Вадим Плита Режиссер Сергей Правдин Животные едят Режиссер Юлия Пшеничная И в номинации Карбайн отдыхает В этом году Побеждает Фильм Утраченное время Режиссер Вадим Конь Это то что здесь было Да конечно Ты совсем ничего не помнишь Очень смутно Понял Пришли сюда Вчера Ну это я понял Точно ты виноват А ты Ты вообще помнишь Что вчера было Почему вы в лес пошли Что вообще вчера За день было Ну это то я еще помню День рождения У меня вчера был Нажрались Хорошо они таком И отец Подарил мне Часы свои Именные часы Подарил Японские часы Ему же эти часы Даже он не на базаре купил Это МЧС ему подарил Для того чтобы ребенка Горячего Здесь дома Выто Все верно Все верно Именно не так И поперлись мы Всей толпой Зачем-то В лес Не помню Зачем Всей толпой Это ты позвал Ты позвал Точно помнишь Что ты сказал В лес пойдем А зачем пошли Не помню Как ты совсем ничего Не помнишь Ты думаешь Младший брат У тебя дурачок Что Младший брат У тебя ничего не соображает Что вот Раз младший брат Значит совсем-совсем Глупый А я может быть Ответственнее тебя Что можешь Расскажешь Напомнишь Зачем Мы в лес Пошли Единорога Мы пошли Смотреть Ага Единорог Часы у меня И встырил Да вот Я видел его Хотел вам показать Но в прошлый раз Мы его так и не увидели Ну еще бы Я знаю Ты мне не веришь Но Я точно его видел Он белый Конь Белый конь Но только Ну с рогом Как его В сказках Обычно изображают И в книжках рисуют Ага Конечно Не верь Не верь Не верь Но факт Остается фактом Часы мы потеряли И без часов Нам лучше не возвращаться Да Опять меня убьет Ну и Виктория будет Так Я думаю Что можно сделать Привал Мы со вчерашнего вечера Ничего не ели Да Можем вот тут Прямо как в кафе С 12-12 Ну да Бережки купили в райке Бережки Да Они свежие хуйки Да ты что Самые лучшие в городе Взял Специально Чтобы фактура была Что надо И вкусовые качества Тоже ничего Может быть Я сейчас так проголосу Что не особо Рассуждаю То ты знаешь Я же Павлик Веду Про пирожки Да Обзор Клав Я 3 из 10 Я сейчас голодный 5 из 10 Ну 6 Как идет Это капуста Или что это вообще Оно должно быть равномерное Они тут хлеба положили А оно тут не ровно А у меня вроде бы нормально Слой за слоем Как нужно Ну мне вечно достается Ну А я берег мне подарил Батя тоже Тогда У меня и 16 было Зачем 16 дарить Трех колес Берегу Не знаю Теперь появится второй Слой Природа красивая Главное В берлогу к медведю не провалиться Ну да Или в логу Или к зайцу В гнездо Что-то мне мужик не понравился Пирожки продавал Мне кажется Руки-то не мой Ну ладно Нормальные пирожки Потом скажем Тиграну Что все же Лучше капусту ты клал Да-да Да Ладно Хватит уж Пора Пора уже Часы искать Реально волки Могут на этот запах Ароматы Польститься А не твоим Не пить Единород Да единород же не хищник Я же тебе говорю Он как Как конь Как конь Может ты коня-то и видел А за рог вон Ветку острую пил В темноте Ладно Что Надо домой идти Часов 10 уже Тут ищем Наверное раз 15 минут Часов прошли Нам не обязательно Его искать Да так Я с собой магнит взял Часы-то железные Не металлические Я имею ввиду С собой магнит Вот Сейчас мы их притянем Так Щас 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 Странно Что-то они Как-то Не Не притягиваются Так Ничего Что-то Не получается Коля Ты чего Там стоит кто-то Где Лыжник какой-то Какой-то Проехал Лыжник Да Показалось тебе Наверное Просто тень От фонаря упала Да А может Часы тому Зряющим Какой-нибудь Такой же Лыжник Взял Украл Как тупо Тупо Да ладно Пошли домой Тупо Да ну что ты еда, что мы там съели по этому пирожку-то, по булочке, не может быть. Давай пойдем уже домой. Ну не нашли часы и ладно, ну весь день искали уже в темне. Сейчас, подожди секунду, сейчас я постою немного, может пройдет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну да, давай. Фух. Да, я что-то тоже притомился, знаешь. Что-то весь день ищем, ищем, не найдем как бреду все это время. Фух. 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 Фух.